Многочисленные проверки называют необоснованными. Олег Зупов уверен, скандалы вокруг зоопарка, сказка и сафари-парка Тайган – ничто иное, как попытка власти отобрать бизнес. Сегодня предприниматель заявил об их закрытии. Как он отметил, делает это в знак протеста. И когда вновь откроются двери Тайгана и сказки, неизвестно даже их создателю. Акцию протеста называет бессрочной. Мы будем содержать коллекцию. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы обслуживание коллекции проводилось на должном уровне. И поверьте, мы это умеем делать и будем делать. Однако этой акцией я хочу продемонстрировать всем, что мы способны на такой шаг, как закрыть парки, если потребуется перевоз и переезд моей коллекции в любую другую страну или в другой регион России. И я готов рассмотреть и эти предложения. Кроме того, в своем заявлении Олег Зубков потребовал отстранения от должности главного прокурора Крыма. В свою очередь, ответ не заставил себя долго ждать. Уже через несколько часов в интернете появились ее рассуждения по этому поводу. В них она назвала требования Зубкова о своей отставке словами неуравновешенного и неадекватного человека. Для меня решение о закрытии говорит только об одном. У него действительно не соответствуют условия для того, чтобы там содержали животные. Хорошая возможность для того, чтобы навести там порядок. Он руководитель, пусть и принимает решение. Если он не может обеспечить необходимые условия, то, по всей видимости, он их и закрывает. Значит, ему так надо. В знак протеста? Да, ради бога, пусть сам садится в клетку. Помимо этого, на Зубкова возложена ответственность за гибель двух тигрят-альбиносов. Он обвиняется в том, что не пускать ветеринаров для осмотра третьего еще живого тигренка. От Уфимского зоопарка уже поступило предложение принять животных из закрытых зверинцев в Крыму. Завтра Олег Зубков отправится в Белогорский районный суд. Его обвиняют в избиении сотрудника зоопарка. Заведено уголовное дело. Приговор будет вынесен в пятницу, 11 декабря. Прокуратура потребовала для Зубкова наказания в виде трех лет лишения свободы. Юлия Апопович, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ.